об истинности существования ада и вечных мук святитель игнатий бренчанинов из писем к мирянам ты сомневаешься в существовании ада и вечных мук повторяешь нынешнее модное возражение цитата это несообразно с милосердием такого благого существа как бог конец цитаты ах друг мой может ли такое слабое ограниченное существо как человек судить сам собою о боге существе беспредельном превысшим всякого постижения и суждения выводить положительные заключения о боге из взглядов в себя оставь твои собственные осуждения и верят всего сердца всему чему научает нас евангелие сам спаситель сказал матфея 25 46 и идут си в муку вечную в другом месте сказал лука 15 23 в ааде возвет очи свои спаситель сказал что есть от есть вечные муки к чему твое возражение если же ты дашь место этому возражению значит сомневаешься в истине слов спасителя отвергаешь их кто изучение христова отвергает хотя один догмат тот отрицается христа подумай хорошенько твое сомнение не такой легкий грех если же ты усвоишь его себе будешь осуществлять словами падешь в грех смертный одно слово веры может спасти и одно слово неверие может погубить душу разбойник в час смерти уже на кресте исповедал христа и отворил себе двери в рай фарисеи отвергнув истину похулили духа святаго и погибли матфея 12 37 от словес своих оправдишься и от словес своих осудишься на возвестил спаситель если позволишь твоему разуму возражение против учения христова он найдет их тысячи тысяч он не исчерпаем когда попустим ему заразиться неприязнью ко христу мало-помалу он отвергнет все догматы христианские не новость этот плод необузданного самовольного суждения сколько от него явилось в мире безбожников богохульников по наружности для неопытных глаз они казались умами блестящими разорвавшими цепи вышедшими на свободу открывшими истину и показавшими ее прочим людям но последствия показали что мнимая их истина ужаснейшие пагубнейшие заблуждения потоками крови омытые ложные мысли и не вычистилась мысль этим омовением страшно запятнать мысль ложью кровь человеческая не в силах омыть этих лютых пятен для такого омовения человечество нуждалось в крови бога человека она получила эту кровь умылась в ней очистилась держимой рукою веры вышла на свет истинного богопознания и самопознания вышла туда из глубокой темной пропасти плотского лжеименного разума этот разум призывает человека снова в пропасть и в нем ли человек призыва убийственному что дивного человек сохранил свой характер в раю исполненном благоухание и наслаждение божественного он не остановился верить свое внимание льстивым словам дьявола друг мой ты христианин член православной восточной церкви сохраняя верность к духовному телу которого ты член сохраняя соединение святую церковью которой ты принадлежишь сохраняй твое духовное достоинство как бесценное сокровище по причине немощи твоей не вдавайся в суждение о догматах это глубокая пучина опасное море в нем потонули многие пловцы неискусные и самонадеянные безопасно с надеждою обильной духовной корысти могут плавать носиться по чудным волнам богословия только те которых кормила ум в деснице духа по совету святого апостола павла не излагай всякое помышление взимающийся на разум христов 2 коринфянам 10 4 5 не входи в спор ниже в рассуждение с сомнениями и возражениями порождаемыми лжеименным разумом мечом веры посекай главы этих змей едва они выставят эти главы из своего логовища это дело прямое дело верное дело достойное того кто однажды навсегда сочетался христу прежде союза имеет место рассуждения по заключении союза она уже преступление ничто ничто да не нарушает да не колеблет твоей верности ах сноснее не вступивший в союз нежели предатель со смирением преклони в ее благому игу веди жизнь благочестивую ходить чаще в церковь читай новый завет и писание святых отцов благотвори ближним в свое время божественное христово учение из которого дышит святыня и истина усвоится душе твоей тогда не будут приступать к ней никакие сомнения христово учение выше естественно как божественное оно преступно для ума человеческого при посредстве одной веры безумное начинание объяснять выше естественное человеческим рассуждением очевидно не могущим выйти из общего обыкновенного естественного круга безумного начинания последствия несообразность бесчисленные возражения отвержение неестественного хотя бы это не естественное и было божественно люди своих действиях по большей части противоречит сами себе берегут глаза свои чтобы очень и засорились а ума этого ока души отнюдь не думают беречь засоряют всевозможным ссором господь повелел хранить ум потому что он вождь человека если ум собьется с пути истинного вся жизнь человека делается заблуждением чтобы сбиться уму с пути истинного надо немного одна какая-нибудь ложная мысль говорит спасители евангелие от луки 11 глава с 34 по 35 стихи егда око твое просто будет все тело твое светло будет егда же лукаво будет и тело твое тёмно в люди оба егда свет и же в тебе тьма есть а мы совсем не соблюдаем этого всесвятого завещания не наблюдаем чтобы наш свет то есть ум не сделался тьмою валим в него всякую всячину он делается решительно тьмою и разливает мрак на все поведение наше на всю жизнь с чего бы родиться в душе твоей помышлением враждующим на бога помышлением пагубного неверия и суемудрия непременно ты начитался разных пустейших иностранных книжонок наслушался разных неосновательных суждений о религии которыми так богато наше время так скудные в истинных познаниях религиозных цитата ничто так не направляет человека к богохульству как чтение книг еретических сказал исаак сирский оставь это беспорядочное чтение наполняющий ум понятиями сбивчивыми превратными лишающие его твердости самостоятельности правильного взгляда приводящие в состоянии скептического колебания займись основательным изучением святых отцов ты принадлежишь этой церкви твоя обязанность узнать ее как должно посмотри как твердо знают свою религию инославные запада правда для них меньше труда в подробном познании своей веры папист лишь уверовал в папу как в бога сделал все он папист в совершенстве может с ума с ума сбродствовать сколько хочет протестант лишь сомневается во всем предании протестует против всего христово учения удерживая впрочем себе имя христианина сделал все он вполне протестант достигшие такого совершенства и римлянин и протестант пишут многотомные сочинения их творение грузится в пароходы едут в россию искать читателей не читай того что написали эти люди сами не понимая что пишут ты так мало знаешь по общей нынешней моде христианскую религию что очень удобно можешь усвоить себе какую-нибудь ложную мысль и повредить ею свою душу ада есть и мука вечная есть благочестивую жизнью сделай их для себя несуществующими считаю конченым ответ мой а что буду говорить далее то дань приносимая дружбе нет не дань надо назвать иначе это празднословие которому приводят однако же искренность и дружба часто приходилось мне слышать мысль о сомнении ныне высказанную тобою и подкрепляем ее именно тем доводом который ты привел что существование ада и вечных мук несообразно с милосердием божиим однажды после такой беседы когда оставил меня беседовавший со мной посетитель я погрузился невольно не замечая того задумчивость грустно было на сердце никакая впрочем особенная мысль меня не занимала в этом состояла впечатление оставленное мне посетителем и как не остаться грустному впечатлению когда я слышал христианина дерзавшего прямо противоречить христу дерзнувшего признать слова само истины бога ложью вымыслом суеверием как не остаться грустному впечатлению когда я видел что отвергается милость божия который способна принять и сохранить одно право исповедание догматов веры христианской которую подает сам бог и в предлог такого отвержения приводится суетно человеческое умствование о милосердии божием внезапно предстает мне мысль предлагающая путешествие по всему свету мысль была так светла произвела во мне такое приятное ощущение что я нисколько не задумался о ней с доверчивостью соглашаюсь водимые и ею лечу как бы в воздушном шаре вижу все страны ничто не останавливает меня на пути моем несусь мимо заоблачных гор переношусь быстро через реки через озера через моря кратчайшее время осмотрел всю вселенную притом сидя спокойно в моих креслах что я видел во время моего путешествия страдания человечества да я видел мучения и физические и нравственные не встретил ни одного человека который бы не страдал я видел страдания во дворцах и на троне я видел его среди переливающегося изобилия где тело было здраво и насыщено там сердце было гадко больно не стерпивая лютой болезни произносила непрестанные стоны я видел заключенных погребенных на всю жизнь в душной и мрачной темнице видел роющихся в пропасть в пропастях земных куда не достигает свет солнечный где при звуках цепей и ударах и ударах молотов и секир добывается золото средство к наслаждением одних через постоянное бедствие тех которые добывают я видел в государствах образовывающих целое семейство умирающие с голоду видел человечество искаженное заблуждениями я видел человечество низведенное до подобия скотов бессловесных и зверей хищных там производится ловля людей как животных там торгуют ими как товаром бездушным как скотом и на этом торжеще человек товар малоценный цена ему меньше чем цена домашнему скоту там человек живет почти как бессловесные животные а там живет он как зверь лютый находя наслаждение в пролитии крови пожирая с бешеным иступленным весельем себе подобных ах лучше бы не существовать чем существовать так неистово так ужасно такова картина обыкновенного человеческого быта на земле надо вспомнить и о бедствиях которым подвергается человечество по временам и местам о землетрясениях моровых язвах междоусобиях о мече завоевателей так обильной льющим кровь когда он в руке баты я или тамерлана и вот уже несколько тысячелетий как сменяется на земле одно поколение другим сменяется единственно для страданий однако же на все это смотрит бог творец и владыка всего всемогущий и все благие это ужаснейшее зло в котором страждет род человеческие на земле не препятствует богу при бывать все благим сколько не придадим чисел к бесконечному сколько не отнимем их от него оно не изменится пребывает бесконечно но если взглянуть так на землю на которой поочередно страдали на которой вымерла смертью более ли менее или лютую столько поколений мысль о аде и вечных муках перестает уже быть странную род человеческий разряд существа падших земля преддверие ада первоначальными казнями для преступных спаситель соделал ее преддверием рая